В эфире «Актуальный разговор». Здравствуйте! Гость нашей студии сегодня – председатель Совета муниципального образования Лобинский район и главный врач Лобинской центральной районной больницы Ринат Равильевич Жарков. Ринат Равильевич, здравствуйте! Добрый день! Первые вопросы, которые сегодня я хочу вам задать, касаются работы представительной власти. Конец года – это время подведения итогов. И как вы оцениваете работу Совета в 2016 году? В принципе, я, наверное, могу оценить работу каждого депутата. Работу Совета призваны оценить люди. Они должны посмотреть, насколько мы эффективны, целесообразны, как мы работали. То есть, эта оценка в целом должна делаться комплексной, людьми. Ожидаемая оценка все-таки, как вы думаете? Ожидаемая оценка должна быть позитивной, положительной, потому что все депутаты отработали в своих округах. Я видел, как они встречались с людьми. Я видел присутствие на встречах. Я знаю, какие вопросы они задавали на комитетах. Это именно то, о чем просят наши жители постоянно. То есть, работу депутатского корпуса я могу оценить только позитивно. А вот как часто депутаты должны отчитываться перед своими избирателями? И удается ли вам проводить такие встречи, учитывая занятость? Депутаты должны ежегодно отчитываться перед избирателями о проделанной работе. Это мы делаем ежегодно на открытой сессии, в которой отчитываются и глава, и председатель совета за всех депутатов. И депутаты, в том числе, индивидуально в округах должны провести эту работу. Вот интересно, за 2016 год какое количество сессий провели народные избранники? Сегодня мы провели 17-ю сессию. То есть, это достаточно плотный график. Вопросов 116-117 мы рассмотрели. Это за год. Но основное – это формирование бюджета, исполнение бюджета, индивидуальные планы. Естественно, работа по отраслям. Мы рассмотрели массу вопросов, которые влияют на качество жизни наших жителей. Вот какое, наверное, главное, основное направление в работе депутатов? Все-таки это формирование бюджета. Бюджет. Бюджет. Ну и теперь вопрос к вам, как к члену фракции «Единая Россия» в Совете. Тоже хотелось бы услышать, насколько эффективна и плодотворна была работа фракции, и опять же, на каких направлениях делались акценты? Ну вот победа депутатов, выбора депутатов в Государственную Думу можно оценить по количеству депутатов от «Единороссов», как отработали фракции на местах во всех муниципалитетах. То есть, мы активно поддерживаем государственную политику, партийную дисциплину, и мы рассмотрели 38 вопросов на фракции «Единой России». Фракции проводятся перед началом заседания сессии, у нас 22 члена фракции, среди 23 депутатов. Но все-таки какие направления рассматриваются чаще всего? На фракции мы больше рассматриваем вопросы, касающиеся жизни наших жителей, вот они такие насущные, небольшие, это «малые дела», так называемые. Где-то кладка, где-то пешеходный переход, где-то освещение, вот более такого. ЖКХ благоустройства? ЖКХ благоустройства, то, что людям необходимо предоставить именно как можно быстрее и полноценнее. И вот какие решения принимаются, как это потом совмещается с решением Совета? Депутат, задав вопрос на фракции, которую необходимо решить, сам контролирует его выполнение и докладывает вопрос не от повестки. Жители удовлетворены. Тоже отчет перед кем держится в этом случае? И перед депутатами, и перед жителями. Ну и пара вопросов о здравоохранении Лобинского района, поскольку вы у нас два в одном, да, вот есть вопросы и от жителей. Но сначала я. Что удалось сделать в выходящем году в ЦРБ и в других лечебных учреждениях района? Если говорить о материально-технической базе, ну в целом здравоохранение, вот если материально-техническая база, мы открыли отделение палитивной помощи. Мы отремонтировали филиал поликлиники Сахарного завода. Мы достраиваем и дореконструируем офис врача общей практики в Станице-Вознесенской. То есть материально-технической базе уделено достаточно много внимания. Мы потратили в целом, наверное, миллионов 15. Ну наверняка этого недостаточно, чтобы вообще сделать совершенный медицин. Нет, это мы в этом году только сделали, но есть планы на следующие годы, что необходимо делать. Сегодня мы приступили к ремонту патологоанатомического отделения. Мы собираемся реконструировать и ввести в эксплуатацию отделение патологии беременных, гинекологическое отделение, развитие службы гнойной хирургии. Но если это касается материально-технической базы, в то же время мы приобрели медицинское оборудование на 7 миллионов. Ну а это вот какое оборудование входит в этот пакет, скажем? Это оборудование, необходимое для оказания помощи. Сегодня оно совершенствуется и обновляется. Но вот это оборудование, оно влияет на качество установления диагноза. Это гистологическая лаборатория полуавтоматическая и многое другое. Ренат Равилович, ну а село? Вот насколько, и кстати, я хотела спросить, у нас ведь была проблема дефицита кадров. Вот она решилась? Проблему дефицита кадров невозможно решить полноценно и всесторонне, потому что врачей, к сожалению, трудно привлечь к работе в наших условиях. Но у нас кадры высокопрофессиональные, квалифицированные. Они сегодня есть, они передают знания молодым. И мне отрадно, что в Лобинской ЦРБ работает около 47-48 врачей моложе 35 лет. То есть будущая смена уже подрастает. Трудно привлечь, почему? Врач хочет работать в учреждении, где достаточно высокая заработная плата, где эффективно и работает оборудование, где он оснащен расходными материалами. У нас это все есть. Трудно привлечь врача. Врачу требуется жилье, в первую очередь. Наверное, вот это основная причина. Основная причина сегодня – это крыша над головой, чтобы можно было полноценно, эффективно работать и оказывать медицинскую помощь. Ну и все-таки сколько специалистов не хватает нашему району? У нас укомплектованность как в среднем по краю 63%. То есть эта проблема не краевая, не муниципальная, она государственная, федерального уровня. У нее укомплектованы буквально все лечебные учреждения. Но тем не менее, конкурсы в ВУЗы, если говорить о работе центральной районной больницы, она комплексно должна оцениться. И материальная база, и оборудование, и оснащение, и питание, и уход, и отношение персонала. Я говорю, что коллектив сегодня выполняет поставленные задачи с желанием, постоянно совершенствуется и справляется. Ринат Равильевич, вопрос о переносе кабинета главного врача в поликлинику по обслуживанию взрослого населения. С чем связано это решение? Вы уже обосновались на новом месте? Да, я сегодня первый день ввел прием граждан в 31 кабинете, поликлиника 2 этаж. Я вышел туда со своими специалистами, на какой период времени я еще не определился. Пока там не будет приведено в соответствие, пока там не будет наведен должный порядок, а порядок там наводить во все, участковое звено. Ведь сегодня приоритет государственный, это первичная медико-санитарная помощь, она оказывается именно в амбулаторно-поликлиническом звене. Если сегодня оценить работу стационарного звена, там все у нас уже расписано, мы знаем, что мы делаем, в каких условиях, в какое время. Стационар работает рационально и правильно. То в амбулаторно-поликлиническом звене мне придется проверить эффективность работы каждого члена нашего коллектива, поставить ему оценку и привести в соответствие требуемое законодательство. Сегодня есть порядки, стандарты, которые, к сожалению, вот если мы коснемся того кадрового потенциала, не всегда можно соблюсти. Но к этому нужно стремиться, и поэтому я принял для себя решение на неопределенное время, пока не будет наведен должный порядок, в лекарственном обеспечении. И во многих других моментах я буду работать в поликлинике, чтобы жителям было удобнее обращаться ко мне, чтобы исключить вот это плечо переезда. Пока не все до меня могут доехать, поэтому я приехал к людям в поликлинику. То есть главное сейчас, чтобы все слышали, что это временно, да? Искать сегодня вас нужно будет только в поликлинике по обслуживанию взрослого населения. В поликлинике по обслуживанию взрослого населения с 8 утра до 18 вечера я буду находиться в кабинете 31. Телефон, по которому можно будет обращаться непосредственно ко мне, 8-988-389-2362. Предполагаю, что сейчас будет там очень много людей записываться к вам на прием. Вы ожидаете? Я ожидаю, я готов. Я зашел в поликлинику не один. Я взял ключевых специалистов. Вот если говорить, как это будет строиться работа, за мной приедет районный хирург. Он посмотрит организацию хирургической помощи. За мной приедет в указанное мною время районный травматолог. Он посмотрит, как оказывают помощь травматологическим больным. И вот эта цепочка, она будет накручиваться. Мы увидим те ошибки. Мы услышим от пациентов, что они хотят. И скажем, как и когда мы это сможем обеспечить. Ленат Равильевич, в завершении нашего разговора я хотел бы предложить вам поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать что-нибудь жителям нашего района. И как представитель представительной власти, и как представитель здравоохранения. Пожалуйста, вам слово. Наверное, самое приятное сегодня, что у меня есть возможность жителей поздравить с наступающим Новым годом. Мне бы хотелось пожелать, чтобы беды, невзгоды, все, что осталось в 2016 году, не перешло в 2017. Естественно, как представительной власти, мне бы хотелось пожелать нашим жителям веры в будущее, что все нормализуется. Уйдут эти кризисные явления. Мы станем жить лучше, мы станем богаче, мы будем сильнее, живя в таком прекрасном государстве, как Россия, и в таком процветающем крае, как Краснодарский край. Ленат Равильевич, спасибо вам большое за дорого пожелания. Вас также поздравляю с наступающим Новым годом. Всего вам доброго. Увидимся. Спасибо.